Фан-зона на театральном плыше Россия продлила безвизовый режим для иностранных фанатов до конца этого года. Как сообщает агентство Reuters, президент Владимир Путин по окончании финального матча Чемпионата мира заявил, что иностранные болельщики смогут приезжать в нашу страну без визы. Это коснется тех иностранцев, которые уже оформили паспорт болельщика. Изначально предполагалось, что безвизовый режим для них прекратится через 10 дней после финального матча турнира. Движение по Большой Садовой в Ростове открыли. Общественный транспорт теперь будет ходить по театральному проспекту. Остановки на Кировском отменены. Об этом сообщает областное МВД. Движение на театральной площади по-прежнему перекрыто. Здесь машины пустят только после того, как разберут все конструкции, поставленные для фестиваля болельщиков. По плану демонтаж займет месяц. По итогам проведения пяти матчей Чемпионата мира по футболу в Ростове автобусами-шаттлами был перевезен 208 931 болельщик, пишет сайт мэрии Донской столицы. По итогам каждого матча, в зависимости от параметров спроса на том или ином транспортно-пересадочном узле, проводилась корректировка работы на маршрутах и перераспределение подвижного состава. Напомним, транспортное обслуживание в дни проведения игр Чемпионата мира по футболу было обеспечено путем организации работы бесплатных маршрутов автобусов-шаттлов. Также был организован дополнительный сервис по доставке маломобильных групп населения к стадиону. И в продолжении темы Мундиаля компания Тонко Коммуникейшнс составила рейтинг клубов согласно количеству выплат, которые получат клубы от FIFA за участие своих игроков на Чемпионате мира, который накануне завершился в России. FIFA выплачивает клубам страховочные компенсации за их футболистов, которые в течение Чемпионата мира могут или получили травмы. Отметим, что клубы также получают часть компенсаций за своих бывших футболистов, которые выступали за него в течение последних двух лет, пишет чемпионат Rostov.ru. Поэтому показателю лидером в данном рейтинге из числа российских клубов является Ростов, который получит 250 тысяч евро. Из числа бывших игроков Ростова в составе сборной России в финальной стадии Чемпионата мира в России выступали Владимир Гранат, Александр Ерохин, Федор Кудряшов. В составе сборной Ирана Сердар Азмун. Электронное правительство, сети связи, облачные вычисления, интернет вещей, информационная безопасность. Таковы ключевые аспекты развития информационно-коммуникационных технологий на Дону. Об этом на обсуждении стратегии развития области до 2030 года говорили представители власти, бизнеса, науки и общественности. Базовые ориентиры в проекте стратегии уже определены. Через 12 лет объем производства региональных IT-компаний должен быть на уровне 12 миллиардов рублей. А процент доступности к сети интернет, в том числе и в малонаселенных пунктах, должен достичь практически максимального значения. В 2030 году 97% домохозяйств должны иметь скорость доступа к интернету 100 мегабит в секунду при использовании проводных каналов связи. А с использованием сети подвижной радиосвязи должна обеспечиваться скорость не менее 10 мегабит в секунду. Средняя же скорость доступа к сети интернет должна составить 60 мегабит в секунду. Доступная и повсеместная связь способствует взрывному росту бизнеса в сфере информационных технологий. Успех IT-сектора во многом зависит от высококвалифицированных кадров. Подготовка должна начинаться еще со школьной скамьи и впоследствии подкрепляться тренингами. Также на встрече обсудили вопросы развития местного самоуправления. Одно из предложений – агломерация донских муниципальных образований. Даже просто проложить дороги между муниципальными образованиями, коммуникацией, сделать так, чтобы это было единое пространство для населения, общества. В целом, конечно же, это, прежде всего, усилия совместных муниципальных образований. Какие территории войдут, это решать будет население совместно с властью, обществом. В планах также дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления и расширение его полномочий, среди которых и участие в выборном процессе. Ростовская область – опорный регион новой экономики России. Такой статус у Донского края в проекте стратегии развития до 2030 года. Чтобы ему соответствовать, необходимо повышать производительность труда, развивать высокотехнологичные производства и активно продвигать местную продукцию на российские и зарубежные рынки. У нас все для этого есть. Совершенно конкурентоспособная продукция уже есть у нас на предприятиях Ростовской области. И думаю, что мы достойно представим промышленность Ростовской области на внешнем рынке. Еще один способ развития донской промышленности – кооперации. Опыт уже есть и весьма успешный. Несколько форумов, технологические ярмарки и консультационно-правовая поддержка – отличная возможность для развития малых и крупных предприятий. Этот опыт, в принципе, тиражируется на сегодняшний день уже по всей России. Но все-таки он требует поддержки на государственном уровне, на уровне региональном. И именно при вот такой комплексном подходе можно эту задачу уже решать масштабно. Развитие инженерно-энергетической инфраструктуры возможно только при повышении качества энергоснабжения и его доступности для населения. Это послужило толчком для развития в регионе зеленой энергетики. Уже в 2019 году будет запущена первая ветроэлектростанция. Что касается транспортной системы, здесь необходимо развивать все виды транспорта, устранять их износ и снижать долю перегруженных дорог. Новочеркасский электровозостроительный завод внес предложения, связанные со строительством транспортных развязок, которые развязали город Новочеркасск, НЕВС, риквидировали загруженность с выходом на М4. Среди других предложений, прозвучавших на встрече, создание полигонов для ликвидации промышленных отходов, а также качественная подготовка квалифицированных кадров.